МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Разделывала собак еще живыми и угрожала соседским детям. Живодерка из Рубцовска получила условное наказание. Следил не один месяц и планировал держать в подвале три года. Что известно о похитителе девочки из Бийского района и как село живет после случившегося. Спал больше положенного и сделал первые фотографии планеты Земля. Сюжет нашего канала к 60-летию полета Германа Титова в космос. Живодерки из Рубцовска дали условное наказание. Напомним, год назад в соцсетях появилось шокирующее видео, на которых женщина разделывает еще живых собак. Тогда нам удалось пообщаться с живодеркой. Екатерина, так ее зовут, объяснила, что любит есть шашлык из собачатины. К тому же считает мясо четвероногих полезным. Я чужих никогда не беру. Мне кто дает собачку, кто отдает. А так, чтобы я ловила, они мне нахрен не нужны. Я чужую собаку есть не буду. Я не знаю, чем они все, и больные. Только домашние. В итоге Екатерину признали виновной по статье за жестокое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов. Живодерку приговорили к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Данное наказание считается условным. Испытательный срок – 10 месяцев. И это еще при условии, что в прошлом году история вызвала огромный резонанс. О ней говорили в Госдуме и на федеральных каналах. И к другой теме, не менее резонансный, случай с похищением 12-летней девочки из Бийского района показал, насколько незащищенным может быть любой из нас. На сегодняшний день пропавшая девочка жива и здорова. Однако люди напуганы. Похититель до сих пор разгуливает на свободе. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия и узнала, как живет село спустя неделю после случившегося. Ну, слава богу, слава богу, живая. Представляете, родители, что перенесли. Почти два дня неизвестности. Около 40 часов безуспешных поисков, тысячи минут отчаяния. 12-летнюю девочку, которая уехала кататься по окрестностям на велосипеде, не вернулась, искала все малоенесейское. Все искали, все слава, все соседи, все друзья, все чужие, волонтеры. Первый день уже темно было, прошли по лесу. Как бы до 7, до 3 часов ночи проискали первый день. А второй день волонтеры приехали, до 500 человек было. На следующий день у поисковиков едва не опустились руки. У реки обнаружили личные вещи девочки. Одежду и мобильный телефон пропавшей девочки нашли примерно на этом месте. Это берег реки Бии, почти в 6 километров, а села Малоенесейское. Следствие сначала предположило, что ребенок мог утонуть. Водолазы обследовали акваторию реки, осмотрели береговую линию. Но версия с несчастным случаем не подтвердилась. В полутора километрах от реки нашли велосипед. Поиски продолжились. Позже станет понятно, что похититель хотел лишь запутать следствие. Однако ночью, 2 августа, неожиданно для всех девочка вернулась домой. Похититель ее отпустил. Счастливые все были, наверное, когда нашли. Тем более девочка не тронутая. Над девочкой похититель не надругался, рассказывают местные жители. Но жестокость проявил. Этот факт подтверждают исследователи. Несовершеннолетнюю, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге, увидел злоумышленник. Силой толкнул девочку. Мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок. Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома. Идею похищения, по словам местных жителей, подозреваемый вынашивал не один месяц. За девочкой он в буквальном смысле следил. Изучил ее маршрут передвижения. Причем он не просто хотел украсть ребенка, но и удерживать в своем подвале 3 года. Он эту девчонку уже почему-то давно приглядел, ей 12 лет. Почему он ее собрался в подполье держать 3 года почему-то? Подозреваемый 40-летний местный житель пустился в бега. Его объявили в федеральный розыск. Заочно предъявили обвинение. Местные уверены, что их сосед, похитивший девочку, не в своем уме. И боятся за своих детей. Наши дети во дворе у нас. Под присмотром? Под присмотром обязательно. Неизвестно, что от него. Хитрый. Очень хитрый. Вы его знали? Его в принципе все знали здесь. Как вы думаете, почему он все-таки отпустил ее? Он просто увидел, что творится. Столько народа, поиски нечего. Психологи говорят, то, что похититель отпустил ребенка, вскрывает детские нарывы. Мужчина испугался, что его будут ругать, как видимо часто бывало в детстве. И вообще люди с глубокими психологическими травмами чаще всего совершают. А социальные поступки рассказывают специалисты. Те, у кого глубинные травмы, внутренние конфликты носят болезненный характер, в момент стрессов, который у нас уже продолжается второй год, это эпидемиологический стресс, то вот эти стрессы, вот эта вся общественная обстановка, она вводит таких людей с глубокими травмами психологическими в состояние растерянности, и они начинают вести о социальные поступки. Семью девочки жители характеризуют как благополучную. Говорят, школьница умная, изучает языки и ходит на танцы. Люди уверены, что она справится с психологической травмой, которую нанес ей похититель. А вот что касается последнего, то его задержание сегодня ждет весь Алтайский край. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. И хотя девочка пришла сама, большую помощь оказали волонтеры-поисковики. Артем Гусельников встретился с волонтерами «Лиза-Алерт», узнал, что всегда нужно с собой брать на природу, и почему сейчас процесс поиска может стать легче. 220 у меня. На выход на линейный ориентир. 220? Берем первое, до дерева доходим, проверяем дальше азимут. В поисковой работе учат в полях, ориентироваться на местности, обращать внимание на мелочи, видеть среди зелени возможные знаки. Мы проводим обучающие занятия по радиосвязи, по ориентированию, по первой помощи, по работе с навигатором, по работе с картами. Там очень обширный такой курс, достаточно такая интересная и небесполезная информация. Больше 10 лет назад под Москвой пропала пятилетняя Лиза Фомкина. На ее поиск вышло больше 500 человек. Ребенка нашли, но погибшим от переохлаждения. Именно эта трагедия привела к созданию всероссийского поисково-спасательного отряда Лиза Алерт, филиал которого есть и у нас. Лида! 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 Ничего не услышал. За шесть месяцев этого года в отделы внутренних дел региона поступило 2472 сообщения об исчезновении людей. Из них пока не найдены 15 человек. Кстати, несовершеннолетних среди потерявшихся каждый десятый. В Лизе Алерт говорят, что на первых порах от поисковиков требуются только глаза и ноги. Часто ищут грибников и тех, кто заблудился в прогулке. Отряд много работает совместно с полицией и МЧС, но по словам поисковиков, специфику их работы не всегда понимают. Однако шаг в сторону более плотного взаимодействия сделан. По новому закону, геолокацию мобильного телефона пропавшего полиция должна передать поисковикам в первые сутки. Но не все так прозрачно. Эта информация, она, во-первых, достаточно специфическая. То есть это, грубо говоря, такой участок местности, на котором будет находиться человек. Это не точка на карте, где человек находится. Это участок местности. И этот участок местности необходимо отработать. Кто его будет отрабатывать? В законопроекте об этом ничего не сказано. Открытый вопрос эвакуации человека. На данный момент нет информации о том, кто должен этим заниматься. Поэтому поисковики берут ответственность на себя. Еще 400 метров. 200 прошли. Так, тишина. Ирина! Заблудиться в лесу не так сложно. Это поисковики знают точно. Поэтому они разработали список вещей, о которых стоит знать любому, кто идет в чащу или уходит далеко от дома. И особенно он актуален для детей. Во-первых, ребенок должен одет быть по погоде и иметь с собой теплую одежду. Также в рюкзаке он должен иметь не менее литра воды, батончики энергетические, свисток. Ну вот, сейчас дождь, можно дождевик. По словам волонтеров, первые трое суток – самые важные и часто решающие для поиска. И лучше быть готовым к любому сценарию, как и к любой погоде. Обучиться ориентированию, не терять счет времени и взять еды, нежели предотвращать трагедию. Артем Гусельников, Александр Лизратов. День с толком. В Барнаульском Затоне упал пассажирский авиалайнер по сценарию учения МЧС. В Кривой столице прошла масштабная тренировка действий при крупном ЧП. На месте условного падения самолета действовали 563 спасателя и 146 единиц техники. Спасатели потушили открытый огонь, эвакуировали людей в пункты временного размещения, оказали медицинскую и психологическую помощь. Отрабатывался вопрос организации взаимодействия органов управления. Потому что мы сами прекрасно понимаем, что на первоначальном этапе причеручения ситуации такого масштаба, когда много поражающих факторов, от слаженности действий органов управления зависит спасенная человеческая жизнь. В реальной жизни, напоминают спасатели, решающую роль может сыграть человеческий фактор. Поэтому такие тренировки проводятся регулярно. И к другой теме. Власти края планируют досрочно завершить региональный проект расселения аварийного жилья. До конца 2023 года новый дом должны обрести почти 6,5 тысяч алтайских жителей. О ходе этой программы и о других важных решениях краевого правительства на этой неделе расскажет Артем Гусельников. Аварийное жилье, дорожная безопасность, муниципальный транспорт. Эти и многие другие темы были в повестке работы правительства края на этой неделе. Приобретение необходимого количества подвижного состава – это 118 автобусов для нужд 23 муниципальных образований. Причем перечень муниципальных образований мы формировали вместе с Минфином по принципу максимальной готовности органов местного самоуправления принять и использовать автобусы по назначению. На приобретение автобусов еще в апреле было выделено 300 миллионов рублей. Кстати, о необходимости решения проблемы межмуниципальных и муниципальных перевозок на отчете губернатора ВКЗС говорила «Единая Россия». Критериями отбора стали наличие маршрутной сети, предприятий транспортной отрасли и количество пассажиров. Однако на данный момент 33 муниципалитета все еще нуждаются в автобусах. На их нужды решено потратить дополнительные 200 миллионов. Я хотел бы на этой неделе, чтобы мы это решение приняли и уже довели информацию до муниципалитетов. Кому, как, сколько. И они занялись бы уже вопросами приобретения техники. Решение о выделении средств на автобусы губернатор Виктор Томенко уже подписал. Однако транспортный вопрос – это не только техника, но еще и дорожная безопасность. За первую половину года показатель смертности при ДТП вырос на 40%. В прошлом месяце на дорогах края погиб 31 человек. Проблема подробно обсуждалась в правительстве региона. Принято решение о реализации необходимых мер по увеличению безопасности. Основные направления дальнейшей работы на снижение смертности на дорогах – это, конечно, предотвращение встречных столкновений путем расширения проезжей части, разделения потоков. Дорогостоящие мероприятия, по нему мы идем. Хотелось бы, конечно, быстрее, но пока в плановом режиме. Среди других мер – профилактика детской безопасности, использование беспилотников для отслеживания нарушителей на трассах, внедрение дополнительных рубежей контроля и увеличение количества социальной рекламы. Помимо транспортной, в правительстве обсудили и жилищную сферу. До 2025 года в Алтайском крае необходимо расселить более 104 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным, до 1 января 2017 года. Переселив при этом 5810 человек. Это 267 многоквартирных домов. При этом работа ведется с опережением графика. По словам главы Минстроя, расселить всех нуждающихся получится уже в 2023 году. Это позволит приступить к работе над домами, признанными аварийными, после 1 января 2017-го. Территорию, где располагались уже снесенные строения, планируется использовать для строительства общественных пространств. Надо посмотреть, может быть, там уже назрела потребность строить социальные объекты. Их же можно строить. Безусловно. Может, что-то такое рекреационное, плоскостное для людей, которые в этом районе живут. В целом же за почти 10 лет в крае расселили 804 многоквартирных дома. Более 17 тысяч человек получили новое жилье. А до 2025 года бюджет фонда пополнится еще на 4 миллиарда рублей, которые также пойдут на обеспечение нуждающихся жителей региона квартирами. Артем Гусельников. День с толком. С каждым годом появляется все больше женских стартапов, 5 живых лекций, 3 онлайн-вебинара и 3 групповых консультации. Это малая часть программы «Женский бизнес 2.0», которую проводит Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства. Около двух недель успешные начинающие бизнес-леди обучались, как создать и в дальнейшем развивать свое дело. Подробности далее. «Женский бизнес 2.0» – это полный набор необходимых инструментов для развития бизнеса. Вдохновение участников на изменения своей компании, развитие личного бренда и работа со сложными клиентами. Сегодня «Женский бизнес» – настоящий конкурент мужскому. «Большую составляющую для них и значение имеет семья все-таки. Это гармонизация отношений между бизнесом, семьей, личностью. Вот на это программа и была заточена». «Общую реакцию обратной связи». Вообще, в принципе, понравилась программа, нет? Да. Это хорошо. Уважаемые друзья, уважаемые девушки, я вас поздравляю с завершением курса. Я самое главное, чего вам желаю, чтобы все вот эти проведенные минуты, часы, дни в погружении этого курса, они были не зря. Основная тема финального тренинга с психологом Натальей Бешлио – как найти время на семью, бизнес и саму себя. Ведь только совмещая все это, женщина будет по-настоящему счастлива. «Когда я работаю для таких активных, целеустремленных, таких крутых женщин, ну это вдохновляет, потому что их примеры вдохновляют и меня в том числе». По словам Натальи, как раз-таки вдохновение и смелость начать свой бизнес и есть долог к успеху. Ведь большой путь начинается с первого шага. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Заринском районе нет районного центра и нет районного ДК, который мог быть центром культуры для многих поселений. А потребность в этом есть. В селе Галуха насыщенная творческая жизнь, пусть пока и в приспособленных помещениях. И есть все основания претендовать на строительство ДК районного масштаба именно здесь. О силе и желании следующий сюжет. «Единственная в районе детская школа искусств действует. Большая школа, у нас много детей». «А у нас сколько коллективов?» «У нас семь коллективов». Семь коллективов на полторы тысячи человек в Галухе буквально живут творчеством. Играют на баянах, аккордеонах и поют. Зоя Фоменко со своей девичьей группой на сцене 26 лет. Говорит, пение спасает ей жизнь. «Я не могла дышать. У меня коронарные сосуды. Не работают клапана. И я лежала в депрессии. А потом встала и говорю, нет, я пойду. Я шла 40 минут. То расстояние, которое проходило за 8 минут. Я пришла, попела. И я только четыре раза потом на обратном пути отдохнула. И сказала, больше я со сцены не уйду». И этим словам веришь. Все, кто сюда приходят, увлечены творчеством. «Он раритетный похож пол.» «Да, он и есть раритетный». «Потому что здесь был такой пол, что можно было ноги сломать». Дом культуры Галухи находится в здании сельсовета. Жители сами ремонтируют полы и стены. Помещение приспособили по залу для дискотек и концертов. Организовали библиотеку, объединив весь книжный фонд самого большого в районе села. И даже запустили марафон. Кто за год прочтет определенный набор литературы, тот получит подарок. «Одна женщина мне рассказывала, недавно она говорит, я с трудом Гюго не читала. А раз задание, нужно его прочитать, и за это начисляются баллы». Приз победителю – книга. Какая пока сюрприз. Спонсоров марафона нет, но библиотекарь готова сама поощрять любителей чтения. У жителей Галухи есть давняя мечта – настоящий дом культуры. Его начинали возводить в 90-е, но заморозили. В 2012-м он мог попасть в программу 80 на 80, но опять не вышло. Теперь жители Галухи решили проявить настойчивость, добиваться строительства ДК. И не только для себя. В Заринском районе нет районного центра, следовательно, нет районного дома культуры. ДК в Галухе может взять на себя функции районного культурного центра. «Здесь у нас рядом Сосновка, где вы были, да? У нас рядом Тигун. Это транспортная развязка железнодорожная, да? То есть Тигун к нам может приехать». С просьбой поддержать проект жители обратились к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. «С точки зрения здравого смысла строительство ДК в селе Галухе оправдано. И я считаю, что это правильная инициатива. Буду ее поддерживать во всех министерствах и ведомствах, от которых зависит это решение». По словам местных депутатов, строительство районного ДК в Галухе поддерживает 90% населения. Первый шаг на этом пути – проект, а дальше рассчитывает войти в госпрограмму. Общими усилиями, уверены жители, Дом культуры должен появиться. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком. Сегодня исполнилось ровно 60 лет с момента полета Германа Титова в космос. Наш земляк стал вторым космонавтом в истории, но все же в чем-то Титов был и первым. Первый поспал в космосе, первым показал человечеству, как выглядит планета Земля из космического корабля. И не только. Подробнее в сюжете. «Многие посетители у нас всегда обращают внимание, что по астрономии у Германа Степановича четверка. Но это не помешало ему слетать в космос и стать вторым человеком, покорившим космическое пространство». Шарфик, лыжи, детская гармошка, первые тетради. Именно этот мальчишка из Алтайского края 6 августа 1961 года совершит полет в космос на корабле «Восток-2». Именно этот мальчишка, у которого четверки по астрономии, покажет человечеству, как выглядит наша планета из космоса. Именно Герман Титов сделает первые фотографии из космического корабля. «Корабль «Восток-2» пилотируется гражданином Советского Союза, летчиком-космонавтом майором-товарищем Титовым». В 25 лет самый молодой космонавт совершил самый продолжительный полет в истории освоения космоса на тот момент – 25 часов 18 минут. За это время Титов 17 раз облетел Землю, успел поесть, поспать. По воспоминаниям Германа Степановича, он проспал больше положенного на несколько минут. И на Земле забеспокоились, что космонавт в положенное время не выходит на связь. Но потом оказалось, что все нормально. Космонавт просто крепко заснул в космосе. Ежегодно музей имени Германа Титова посещает около 30 тысяч человек. Кстати, в доме Титовых, который еще называют «Ласточкино гнездо», до сих пор плодоносит яблоня, которую посадил Титов. Из раняток сотрудники музея делают варенье и угощают гостей. Герман Степанович вообще очень любил свою родину. Он использовал любую возможность, чтобы побывать в родном селе, вообще в Алтайском крае. И так получилось, что вот в 2000 году Германа Степановича не стало. И он за месяц до своей смерти, неделю гостил у нас в Алтайском крае, был в музее, встречался со своими одноклассниками, односельчанами. Жесть. Жесть, да, это реальная жизнь. Прикольно. Многие дружали, когда сидел. Боялся, что упаду куда-нибудь. Титов навсегда прославил небольшое село в Алтайском крае, численность которого всего 800 человек. И кто знает, может быть, Герман Степанович это еще не последний космонавт в истории Полковникова. Конечно. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 23 кнопки в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире и хороших вам выходных.